Так как места здесь мало для стиральной машины, попросили сделать нишу, чтобы туда убрать вентиль и канализацию, чтобы она плотнее встала к стене. Вот у меня нарисована раскладка плитки. Сейчас вот такую нишу сделаем. Выбили нишу. Теперь надо думать, как сделать канализацию и водопровод. Теперь задачка, как сделать заднюю стенку, чтобы еще и трубы канализации попали и водорозетку закрепить. Здесь у меня в канале два угла по 45. Вот так она будет идти. Вот думаю, может быть обрешетку сделать из фанеры. Полоски фанеры нарезать. Во-первых, одну полоску закреплю здесь, по горизонтали. А второй подожму вот эту трубу. А потом к этой обрешетке уже прикручу гипсокартон. Сейчас попробую приклеить эту дощечку. Так, минуту подождем. Влажный просто кисточкой прошелся. Я, конечно, попробую как-нибудь закрепить эту трубу, чтобы ее не вырвали. Иначе потом будет проблемно вставить. Но вот сейчас хочу пока завязать между собой эти уголки изолентой. Чтоб не было возможности вырвать ее. Иначе потом точно не вставишь. Самое лучшее, конечно, это термоусадку одеть. И с термоусадкой она точно никуда не денется. Но у меня нет термоусадки такой. Здесь же у меня с запасом вырезано, потому что вот здесь шов идет. Поэтому надо все-таки эту водорозетку пониже опустить. Иначе она попадет прям в торец ниши. Наверное, все-таки вот так сделаем. Теперь перед тем, как клеить второй слой гипсокартона, нужно вкрутить шурупы как ограничитель. Потому что эта стенка прикручена по фанере. А фанера, она клеена на неровные основания. Поэтому размеры здесь разные могут быть. А нам надо, чтобы у нас был параллельно. Вот эта стена параллельно этой стене была. Вот здесь 10,5, 10,3, здесь 10,7. Выставил все шурупчики на один размер. Теперь можно приклеить и прикрутить второй слой гипсокартона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь осталось зашить эту нишу. Зашивать мы будем гипсокартоном. И вот, чтобы точно выставить профиль, прикрутил два кусочка гипсокартона. И отмечаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь по этим черточкам можно прикрутить профиль направляющий. Но прежде сейчас установлю лючок. Закрепил я раму люка. Здесь на саморезы с пресс-шайбой. А здесь на эти оконные, или как они там называются, серьезные такие шурупы. Ну, а это 120-е. Здесь счетчики близко к стенке. Полтора сантиметра не достают всего лишь до стены. Поэтому грузик придется вешать куда-то за счетчики, когда будем утяжелять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот профиль у газоблока на клей-пену посадил. Сейчас шурупами прихвачу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь профиль вставил. Вот здесь заклипал его. А шурупы все-таки через люк прокручу. На всякий случай. Мало ли люк снимать придется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слева профиль тоже на пену поставлю. Плюс саморезы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас можно это все закрунтовать и протянуть клеем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Эту стену протянул по маячкам, так как она немножко дала усадку. Ну, а на эту стену решил еще один слой сетки сделать. Там один слой есть. Будет еще один для надежности. Так как эта стена от этой стены до этой прерывается. И получается, что она держится только за счет боковой стены. Ну и то, что на полу она стоит. Сверху у них пена, а справа получается, а справа получается ничего нет. Так что на всякий случай накрыл ее сеткой. Хуже не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА